Здравствуйте! В прямом эфире программа «События». Новости большого города на Средней Волге вам расскажут наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Новости большого города на Средней Волге. В Морской области травму после неудачных заплывов каждое лето получают до 40 человек. Врачи неустанно твердят, прежде чем купаться, нужно исследовать дно. Повреждения могут привести к пролечу или даже к летальному исходу, но к медикам мало кто прислушивается. О том, как отдых порой превращается в трагедию, расскажет Данил Лучко. Хотел сделать сальто, теперь в больнице. Бенямин с детства любит купаться. Вместе с другом впервые съездил носок. Говорит, нырнул с берега и ударился о дно. Повезло, что окружающие вытащили на сушу и вызвали скорую. Ногами руками шевелить трудно. Сейчас парень проходит реабилитацию. Нырнул головой и все, у меня перестали все работать. Позвоночник щей не сломал. Ну сейчас, слава богу, чувствуется, все хорошо, нормально. Каждый год в Самарской области травму ныряльщика получает от 20 до 40 человек. В основном это молодые люди от 15 до 40 лет. С начала летнего сезона в стационар поступило уже 6 пациентов. Врачи говорят, если позвонки можно заменить, то спиной мозг восстановить почти невозможно. Человек превращается в куклу. Это страшная травма, это очень тяжелая травма, во время которой пациент после ныряния получает перелом позвонков, шейных позвонков. В спинномозговом канале проходит спиной мозг, и он страдает в той или иной степени. Или ушиб возникает спинного мозга, или он сдавливается, или может просто разрывается. И тогда у такого больного появляется симптоматика поражения спинного мозга, который заключается в тетропорезе или в тетроплегии. То есть слабость в руках и ногах, или отсутствие движения в руках и ногах. Половина неудачных ныряльщиков сразу тонут после удара. Еще почти треть умирает в первые дни в больнице. Медики не рекомендуют нырять в неположенных местах. Это незнакомые водоемы или там, где купание запрещено. И самое главное, перед водными процедурами ни в коем случае не пить алкоголь. Прежде чем купаться, стоит проверить дно. Даже если вы хорошо знаете место, там может оказаться препятствие. Или, например, случится отлив. Но даже если всего этого нет, правила безопасности на воде никто не отменял. Данил Лучко, Артем Соломанов, События. Привет из Поднебесной. Самарцам дали бесплатный урок китайского языка. В роли учителей выступили специалисты первого китайского центра. Необычную акцию провели в преддверии форума «Волга-Янзы», где соберется креативная молодежь из Китая и России. А за китайской грамотой освоил и Артем Устинов. Всего 10 минут урока, и самарцы говорят на китайском. Среди них и Владимир Уаров. Его легко можно принять за жителей Поднебесной, но на самом деле он из Якутии. Скоро поедет в Китай учиться. Говорит, язык начал осваивать буквально сегодня. Да, только-только. Я знаю, что очень сложно будет, но за год люди спокойно доучиваются. Давай, через КИИ-4, как бы это четвертый уровень, я думаю, я тоже смогу. На уроке кроме языка можно узнать много интересного. Например, китайские начальники не могут ругать подопечных прилюдно, только наедине. Знания из первых рук от специалистов китайского центра Самары. Китайский язык сейчас очень популярен, набирает свою популярность. Могу даже сказать, что в путешествиях в других странах очень много китайцев, и очень приятно с ними общаться, знает язык, используя его. Я очень люблю Шахай, я очень люблю Джунго, я очень люблю Лью Синг. Открытое занятие – этап подготовки к российско-китайскому молодежному форуму «Волга-Янзы». Он пройдет на базе форума «Иволга», где будут участвовать 150 молодых людей из Поднебесной. Так что самарцы смогут практиковать китайский в живом общении. А вот с письмом сложнее, придется выучить 3000 иероглифов. Китайская грамота и впрямь сложна для освоения. Но можно начать ее изучение хотя бы собственного имени. Надо сказать, что на китайском имя Артем выглядит довольно причудливо. Ну, впрочем, как и имя Максим. Артем Устинов, Максим Гусев. События. Это они раскрашивают мегаполис яркими красками. В Самаре наградили лучших флористов. Для них создавать уникальный надшафтный дизайн не тяжелая обязанность, а дело души и настроения. О людях, которые украшают город прямо под своими окнами. Репортаж Андрея Горгуленко. Сейчас клумбы и цветники во дворе дома номер 88 по улице Димитрово привычны для жителей. А семь лет назад семья Таисии Хлопушиной была единственной, кто пытался навести красоту у подъезда. Но со временем жители дома стали замечать. Двор становится чище и ярче. И стали помогать. Кто-то сам выходит с инструментами, кто-то покупает саженцы. Традицию украшать газоны у подъездов подхватили и соседние дома. Глядя на нас, уже близлежащие дома тоже. Много очень людей. Все мы здесь старшие близлежащих домов знаем друг друга. И все уже начинают тоже наводить порядки на своих газонах, на своих дворах. Теперь в промышленном районе цветоводов стало так много, что между ними стали проводить конкурс. Только в одном микрорайоне Приволжский-2 нашлось 25 лучших жителей, которые высаживают герани, гортензии и пионы под своими окнами. Лучшим цветоводам вручают грамоты и, конечно же, приятные и полезные подарки от администрации района. По заявкам жителей районной власти всегда готовы прийти на помощь. Администрация, в принципе, работает постоянно в связке в тесной. Жители делают заявки, какие там ему необходимо, что им нужно. И по мере возможности администрация выполняет их требования. Вот в прошлом году делали площадку детскую, сделали ограждение. Как раз вот при усадебных участках около домов. Сейчас вот ждем, землю должны привезти. Но награждение – это не главное, признаются цветоводы. Важнее всего на таких встречах – это рассказать о своем опыте, спросить советы у других и поделиться семенами красивых цветов. А также сдружиться и всем вместе спеть любимые песни. МВД поставило точку в истории пропавшего по пути из Самары в Москву британца. Фанат нашелся в столичной гостинице. Он был сильно пьян. Информация об исчезновении Дугласа Морритона появилась в социальных сетях. А беспокойные родственники сообщали, что он был в Самаре, где 7 июля проходил матч Англия-Швеция, откуда на поезде отправился в Москву на матч с Хорватией, но на связь с ними не вышел. При этом отмечалось, что банковская карта Морритона была использована в столице. О том, что фанат найден, проинформировали посольство Великобритании, которое следило за развитием ситуации. По данным МВД, в отношении болельщика никаких противоправных деяний не совершалось. В Самарской области из-за дефицита осадков, ветреной и жаркой погоды специалисты зафиксировали опасные явления. В Клявлино-Безенчуке, Новодевичем, Кротовке, Челновершинах наблюдается почвенная засуха. В Большой Глушице, Кенель, Черкасах, Сызрани, Оглосе, Серноводске фиксируют суховеи, а в Большечернеговском районе атмосферную засуху. Об этом сообщают синоптики. Подобные явления очень опасны, поскольку часто становятся причиной гибели посевов. Напомним, что уже которую неделю на территории региона продолжается жара, а в вечерние часы нередкие штурмовые предупреждения о грозах, кратковременных дождях и сильном ветре. В Самарской области задержали 14 тысяч деталей гружечных автомобилей. Всего таможенники изъяли 20 тысяч контрафактных детских товаров. Представители-правообладатели автомобильной компании «АвтоВАЗ» оценили свой ущерб почти в 8 миллионов рублей. Привычную схему движения вокруг площади Куйбышева не вернут до 26 июля. Временная схема будет действовать еще 11 дней после окончания чемпионата. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведением работ на площадке фестиваля болельщиков FIFA с полуночи 16 июля до полуночи 26 июля. Горожан просят заблаговременно планировать маршрут исследования. На дорогах Сызрани появились муляжи детей. Первый из них был установлен у пешеходного перехода около дома номер 22 на проспекте 50 лет октября. А второй у ФОК «Надежда». Оказалось, что идея возникла у представителей госавтоинспекции, воплотила ее в жизнь местная администрация. Автомобилисты видят мальчика, который занес ногу и собирается шагнуть на проезжую часть. Ребенок изображен в полный рост. Теперь автомобилисты Сызрани дискутируют, насколько этот проект удачен. Одни переживают, что водители привыкнут к картонному пешеходу и перестанут снижать скорость. А другие уверяют, что из-за крупного муляжа не видно настоящих пешеходов. Всемирный Высоцкий. Выставка, посвященная легендарному поэту и актеру, открылась в Самарской публичной библиотеке. На ней можно увидеть настоящие раритеты. Редкие пластинки, кассеты и диски. И множество книг о Высоцком на разных языках. Все экспонаты из коллекции Михаила Трифонова, президента Центра Высоцкого в Самаре. Самый интересный из них он показал нашему корреспонденту Артему Устинову. Это пластинка фирмы Полидор, выпущенного в Франции в 1977 году. И вот эта пластинка Лешан де Монде. Конечно, он их в руках не держал, но примерно было по тысяче штук каждого диска. Посмотрите, на весь мир тысяча штук. Михаил Трифонов собирал эту коллекцию 30 лет. Все, что связано с Высоцким. Сборники стихов, монографии, научные статьи на 11 языках мира. В том числе на экзотических для русского читателя. Еще одно доказательство мировой известности Высоцкого. Вот эта книга. Она была написана поэтессой и исследователем творчества Высоцкого из Ирака. И если попробуете почитать, станет понятно, что это нужно сделать не так, как мы привыкли, а справа налево. Ну, конечно, если вы знаете курдский язык. Вещи уникальные. О каждой Михаил Трифонов может рассказать целую историю. Натянутый канат записали во Франции. Сутки не выходили из студии, ведь компьютеров тогда не было. Михаилу повезло и услышать Высоцкого живьем на знаменитом концерте во Дворце спорта в 67-м году. Я помню, как зритель, как мы его ждали целый час, когда он поезд опоздал, Южный Урал на целый час. Люди сидели стоять в дыхании. Муха прилетит, и то было слышно. И вдруг выскочил Высоцкий. Боковые прожитары зажглись. Он извинился, поклонился. И начал песню. Сборники помогли в своих песнях. Выставка открылась не случайно. Это год юбилейный. 80 лет со дня рождения великого поэта и актера. 25 июля в День памяти Высоцкого на Волге пройдет парусная регата. И, конечно, музыкальный фестиваль. Самарские барды исполнят песни своего великого предшественника. Артем Устинов, Максим Гусев. События. Архитектор и художник в одном лице. В Самаре в рамках проекта «Модерн в облаках» проходит выставка рисунков. На них представлено 18 знаковых для Самары и модерн особняков. И все в разных концепциях. Данил Лучков встретился с победителями конкурса. Дарья – художник-символист. Сейчас пишет две батальных картины. Отечественная война 1812-го для Москвы и еще одна для Америки. В проекте «Модерн в облаках» она заняла второе место. Ее работа – особняк Новокрещеновой. Здание, в принципе, изначально было покрашено достаточно световый цвет, яркий, желтый, желтый с белым. Белые – это цветы были обозначены здесь. Желтые – само выкрашено здание. Соответственно, я выбрала эти цветовые пятна и само небо синее. Синий и желтый очень хорошо сочетаются. Выставка стала итогом самарского проекта «Модерн в облаках». 80 художников, больше 150 работ. И только 30 лучших стали победителями. Главное правило – нарисовать скетч за 4 часа. На выбор участникам предлагалось 18 домов – представителей архитектурного стиля. Критерий всего один. Рисунок должен максимально выражать атмосферу модерна, при этом не уходить далеко от современности. Они разные работы. Есть работы достаточно классистические, прям архитектурные такие, как бы графика такая. А есть настолько живые и такие экспрессивные, активные, как и сам стиль, и как ощущение чемпионата, как ощущение жизни вокруг, как вот ощущение вот, ну, какой-то бурлящей свободы вокруг. Вот это очень ценно. Посмотреть на работы можно будет в областном художественном музее. Выставка продлится до 17 июля. Данил Лычко, Константин Головин. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Куда смотрят родители? В Самаре за полтора месяца из окон домов выпали 10 детей. День Металлурга на Металлурге. Глава региона приехал на завод Арконик. Самарскому водопроводу 132 года. В городе открылся уникальный музей истории создания водопроводной сети. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова